Доброго дня, дорогие союзники! Эта программа «Есть что сказать» в студии Светланы Ладина. Я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с сотрудником благотворительного фонда преданий Андреем Савиком. Андрей, должность ваша называется фандрайзер. Переводя на русский язык, это человек, который собирает деньги на благотворительные проекты. Проектов у вас великое множество. Это «Жизнь на ладошке» очень трогательное название. Это «Помощь недоношенным малышам», верно? Это и «Помощь малоимущим семьям», допустим, в том же ремонте квартир. Это и «Помощь детям и взрослым тяжелобольным», это самое разнообразное нужно, на которое вы откликаетесь. Ну вот я как пользователь социальных сетей с воззваниями о помощи сталкиваюсь регулярно. Думаю, я не одна такая. Думаю, это каждый может о себе сказать. И всякий раз надо решить, или я это пролистываю и оставляю за рамками своего сознания, или я погружаюсь в эту информацию. Когда с просьбой обращается какой-то благотворительный фонд, который тебе известен, у меня, например, это одна реакция. Когда это просьбы частные, здесь возникает целый ряд сомнений, которые ты не знаешь, как разрешить. Потому что правду ли человек пишет, или это мошенник. Интернет такое дело, мы не знаем, кто скрывается за ником Ивана Ивановича, условно говоря. А обидно просто помочь тому, кто обманывает, и в то же время оставить без помощи того, кто действительно нуждается. Как вы для себя решаете этот вопрос? Да, действительно, спасибо за вопрос, и всем доброго дня. Это замечательная, актуальная очень тема в современном мире. И, может быть, даже чтобы она стала более понятна, можно вспомнить пример. Идем мы по улице, и стоит попрошайка, или где-то в транспорте он появляется перед нами. Каждый из нас, он так устроен, что все-таки совесть у нас в ту или иную меру, но еще остается живой. И чем ближе к Богу, тем совесть живее. И всегда возникает вопрос, помочь или не помочь. И это ответственное решение, за которое, в том числе, и мы несем какие-то последствия. Помочь человеку или нет. Потому что, если мы поможем на улице, человек может пойти купить хлеб, масло, молоко, а может пойти купить сигареты и алкоголь. В этом случае лучше помогать купить конкретно еду человеку. У нас один раз с женой перед храмом попросил человек на дорогу. Мы только-только воцерковились, и вот, ну, конечно, хочется помогать. И вот, там, жена дала, ну, такую хорошую, приличную сумму. Потому что человеку нужно было далеко ехать. А через неделю мы встретили его снова. И мы сами на этой ошибке научились, что, на самом деле, ну, пусть будет запотевшая рука дающего, то есть это значит, что все-таки нужно с умом подходить, в том числе, и к делу благотворительности. Если ты хочешь быть благотворителем, то тебе нужно разобраться, как помочь человеку, чтобы эта помощь являлась для него помощью. И особенно в интернете, когда мы встречаемся, действительно, с просьбами и с личными номерами карт или счетов конкретных просителей, нам невозможно проверить просьбы этого человека. Для этого существуют фонды. Наш фонд, в том числе, мы собираем каким образом просьбы? Мы собираем все документы. Историю болезни, выписку, связанную с диагнозом. Мы запрашиваем документы от клиники, от медицинского учреждения, в котором планируется, что будет оказана эта помощь. То есть мы собираем весь спектр документов. И таким образом мы видим, что это действительно нуждается человек в этом, или же это какая-то мошенническая схема. Или может быть просто ошибка, потому что человеку кажется, что помощь он получит только где-то там, задорого. А вполне возможно, что близко и значительно дешевле ему и помогут эффективнее. Да, очень многие даже не знают, что они могут бесплатно что-то получить в нашей медицине. И обращаются, потому что когда приходит какая-то беда, то человек теряет какое-то самообладание. И теряет трезвенность какую-то. И ему кажется, что вот только так и никак иначе. Вот кто-то ему сказал, вот только так все должно быть. Нет. Ну поэтому есть профессионалы в своем деле, в том числе фонды, это те люди, которые разбираются в области благотворительности. Получается, у вас есть специалисты, которые могут трезво оценить ситуацию, обратиться к другим специалистам, получить консультации и на основании этого сделать выводы. Да, обращаются к различным специалистам, к докторам из лечебных учреждений. И таким образом есть возможность получить очень профессиональный ответ от того или иного специалиста. Если вдруг силами фонда и опытом специалистов фонда и работников невозможно оценить ту или иную ситуацию. Хотя сейчас, тем более фонды, которые работают по 10 лет, вот нашему фонду 10 лет исполняются в этом году, конечно же уже специалисты видят все это даже по форме обращения. Как обращается человек? Вот, про форму обращения. Я на той неделе получила личное обращение. Человек попросил меня привлечь внимание общественности к его непростому финансовому положению. Но текст был полон манипулятивных приемов. То есть это фактически был такой шантаж. Или вы мне помогаете, или я больше не с вашей церковью и больше в христианство не верю. И вот если бы не это, я бы, может быть, стала бы думать в эту сторону. Хотя, опять-таки, живя даже в другой стране, и даже если бы он мне прислал документы, то я, не являясь специалистом в этой области, ничего бы перепроверить не смогла. Тут уж или веришь, или не веришь. Вот так. Но одно дело откликнуться лично на какую-то просьбу, а другое дело сказать, люди добрые, этот человек действительно нуждается, давайте все поможем. И таким образом взять на себя ответственность вполне возможно, что за недостоверную информацию, за ее распространение. Здесь, конечно же, надо прибегать к помощи. Ну, во-первых, почему эти манипулятивные все формы и формулировки возникают? Ну, потому что, ну, человеку как-то, ну, вот ему неуютно становится, он не может, ну, в смысле, тот, который читает. Во-первых, у него есть совесть, его живая, как мы говорим, то он, ну, как-то начинает думать, помочь или не помочь. И тут через манипуляцию начинает его, как бы, пододвигать к этому решению, чтобы он обязательно помог. Срабатывает все, ну, как бы, импульсивно. Раз, раз, просьба, и два, еще тебе крышечку приложили, чтобы вот, еще вот так. Ну, ты думаешь, да ладно, легче уже, что разбираться, у меня времени нет. Сейчас такой век, что все заняты, информационный поток такой, что, все, значит, я принял решение, да, нет. Значит, здесь два, как бы, ну, два момента, которые влияют на принятие мною решения. Я решаю, да, и больше даже не буду этим заниматься. Все, через поделиться этого три секунды. А это же огромнейшая ответственность. И таким образом мы теряем доверие тех людей, которые по-настоящему хотят помочь. И таким образом мир или вообще благотворительность в нас, в стране, она страдает. Почему у нас сейчас, ну, нет доверия даже к фондам? Говорят, обманывают. А вот из-за таких маленьких просьб. Поэтому очень важно обращаться к экспертам, к экспертному мнению, к профессиональному мнению. И лучше такие просьбы отправлять в фонды, к дружественным фондам. Вот в наш фонд, пожалуйста, можете отправить мне на адрес, руководителю нашему на адрес. И попросить разобраться в этой ситуации, попросить сказать, а можно ли действительно оказать помощь этому человеку. И, может быть, даже у нас какие-то возможности будут. Андрей, есть у вас ощущение, что сложнее люди стали откликаться на просьбы не только потому, что там, например, сталкивались уже с обманом, а потому что просто действительно экономическая ситуация ухудшается. И еще один аспект. И потому, что, как говорится, у кого-то хлеба маловато, а у кого-то бриллианты мелковаты. Потому что запрос к уровню жизни сейчас сформирован довольно высокий. И идеология комфорта говорит нам, что мы уже прямо нуждаемся в том-то, том-то и том-то, хотя это еще, может быть, лет 20 или 15 назад все не было предметами первой необходимости. А раз я в этом нуждаюсь, соответственно, поделиться я могу уже меньше, потому что мне же самому тогда не хватит. Я по роду своей деятельности еще пишу личные письма нашим жертвователям. И общаюсь лично в переписке, если, например, какое-то пожертвование не списалось с карты, потому что карта, либо не было средств, либо она заблокирована. И действительно я часто получаю ответы, что у меня сейчас, к сожалению, нет работы, я не могу вам помогать больше. Храни вас Господь. Кто-то пишет, что сейчас перестали выплачивать премии. Только зарплаты, я, к сожалению, тоже не готов потянуть еще возможность помогать кому-то. И да, есть такая ситуация сейчас, она сложилась, что гораздо меньше возможности у людей помогать. Но, в принципе, здесь много для этого человека, который раньше помогал финансово, есть много других возможностей, как помочь. Можно помочь временем, можно помочь своим трудом. И, слава Богу, у нас в церкви есть разные службы, просто даже волонтеры. У человека это заложено, он не может только думать о себе. Медия не может. Вот естественное состояние человека, это не только о себе думать. Но то, о чем вы сказали, потребление. Сейчас действительно медиапространство, СМИ воспитывают в нас жестких потребителей. Вы этого достойны. Значит, ну и много других вот таких очень звучных, очень красивых фраз, что человек начинает стремиться жить не своей жизнью. Не по своим средствам, не по своим возможностям. Почему? Потому что это навязывается. И очень агрессивно. У каждого продукта есть цикл. И сейчас он приближается где-то, ну, год. Через год поменять автомобиль, через год поменять, там, не знаю, там, какую-то бытовую технику, еще там что-то через год поменять, там, обувь поменять через год, там, и так далее. И человек начинает в это входить. Все, он начинает, как бы, ну, как, плясать под эту дудку. А это, так называемое, вот мы с друзьями-христианами говорили об этом, что это религия потребления. Есть такое вот, действительно, понятие религия потребления, где есть свой декалог, свои заповеди, значит, где есть свои священные места, молитвенные дома, прям торговые центры. Вот, и просто ты, когда входишь, все, это какое-то священное пространство. На тебя находит такое состояние, особенно если это скидки, ты теряешь голову. Все, ты входишь в какой-то религиозный опыт. И в какое-то пространство. И там ты себе, ну, как бы, не принадлежишь. Поэтому религия, она и отличается от веры. Даже у нас, да, очень многие люди не понимают свою веру. А ведь важно в ней разбираться. Важно, как бы, просвещаться. Важно не просто бить челом о пол, а важно понимать, что происходит вокруг тебя сейчас в момент молитвы. Важно читать Евангелие, важно разбираться в этом. видеть, видеть, чем живет церковь. И всему этому помогает портал предания. Да, заходите, да, заходите в том числе и к нам на портал. Это предания.ру, либо к нам на сайт фонда, фонд.предания.ру. И у нас очень много, конечно, материалов. И многочисленные просьбы, которые мы проверяем. Вот, поэтому если есть желание поддержать и наши программы, то в том числе у нас есть возможность такая честь, короткий номер телефона поддержать наши программы, короткий номер 3434 со словом предания. и любой суммой пожертвования, там, от 5 рублей и выше. Вот, то есть предание там, ну, номер 3434, предание, например, 100. И таким образом будет поддержана та или иная наша программа. Спасибо, Андрей. Я понимаю, что вот моя последняя фраза получилась несколько рекламной, и все это есть, но абсолютно искренне, потому что действительно уже 10 лет существует и абсолютно живой, настоящий благотворительный фонд, и живая настоящая медиатека и библиотека, которая действительно умножает в этом мире добро. Спасибо, друзья, за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.